Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в музей-заповедники Царицына. И этот год у нас юбилейный, мы отмечаем 293 лет со дня рождения Екатерины Великой. И в рамках этого празднования нам повезло, мы смогли привезти замечательный портрет Екатерины Георгиевской анти, с острова Марта, который вы могли видеть в золотом зале. И в рамках этого года у нас прошел лекционный цикл, посвященный Екатерине Второй. И сегодня этот цикл, в поддверии Георгиевской у нас будет кинессаж выставки с матер. У нас проходят лекции, посвященные Дмитрию Невицкому и непрозвестной этой работе. И нам сегодня расскажут о ней доктор исторического наука Сергей Олегович Кузнецов. Спасибо. Спасибо, что Царицына пригласила меня. Первый слайд, где написано «Семь на два», я хотел сказать, что неважно, 7-го числа или 14-го лекция проходит, не меняется содержание. И вообще «Семерка» — это очень важное число для XVIII века, для Левицкого, для всяких построений. Поэтому нумерология мне здесь очень нужна, я с нее, в общем, начинаю. Поэтому это здесь «Семерка». Надо сказать, что только вчера в 9 часов я еще смотрел выставку Потемкина в Эрмитаже, а сегодня утром я смотрел выставку Гейнсбора. И обе выставки, в общем, в рифму получаются в сегодняшней лекции, потому что Гейнсбора показывает нам, как можно незавершенно работать. Его творчество незавершенное. И что мне кажется самым важным открытием этой выставки ГМИ, это то, что Гейнсбора был открыт к разным влияниям. Для меня это вообще новость. Я не думал, что это именно так. И Левицкий, кстати, тоже. И в этом они близки. Потемкин для нас важен тем, что он показал грандиозность. Выставка в Эрмитаже, я таких не видел. Полторы тысячи экспонатов. Десять залов. Не знаю, у вас, может быть, такие бывают. И Потемкин, он автор, главный автор греческого проекта, про который мы будем сегодня говорить. И в какой-то степени покровитель в этом смысле Левицкого. Поэтому он тоже важен. Его крах, и крах его протеже Безбородка означал крах и Левицкого. Я посвящаю лекцию памяти Ольги Сергеевны Ивангуловой поскольку она была оппонентом моей диссертации про Левицкого. И это такое вспоминание теплое осталось от работы с ней. Здесь до портрета еще не сразу дойдет. Я хотел вначале рассказать, что есть Левицкий. И здесь вы видите фрагмент знаменитой выставки в Таврическом дворце, кстати, в дворце Потемкина. Где была представлена копия с этого самого портрета, который сейчас приехал с Мальты. Тот самый портрет, который находился в имении Борятинской, Марьинов, в Курской губернии. И, собственно говоря, когда мы делали свою выставку 1985 года, то мы мечтали заполучить это полотно, хотя бы Курское, но это не получилось. И вот спустя только много-много лет, сколько там прошло, 25 и здесь 20. А нет, там 15 и здесь 20. 35 лет. 35 лет ожиданий увидеть это полотно и попытаться его расшифровать. Потому что на самом деле, поскольку мы не видели картину, то было непонятно. Особенно там есть загадочная надпись, которую я увидел только в конце августа, первый раз в жизни. И я никак не мог знать, есть эта надпись или нет. И что там написано? Все говорили, что какая-то есть надпись. Но никто ее не видел, никто ее не воспроизводил. И только когда вот картина приехала сюда, а эту надпись удалось почитать, честно говоря, она не очень много добавила, но все-таки это было важно, видеть, что там написано. Мы потом еще об этом поговорим. Так что вот это вы видите фрагмент вот этой экспозиции пятого года в Таврическом дворце, которая была сделана Сергеем Павловичем Дягилевым. Ну вот этот вот портрет. Моя задача — попытаться понять, для чего он писался, какова была программа. Ну, обстоятельства отсылки, в принципе, вам должны быть понятны по работе Людмилы Алексеевны Маркиной. которая написала вот такую брошюру к выставке. В общем, там более-менее все расписано, но у меня есть некоторые добавления к этому. Интересно, что судьба Левицкого и судьба Царицына оказались близки между собой, и в том и в другом случае были катастрофы. Царицыно, как вы знаете, строительство Царицыно было прекращено в 1785 году после приезда Екатерины и непонятных слов, которые она произнесла. Никто до сих пор в этом до конца не разобрался. Ясно, что была катастрофа, что Баженов не достраивал, и что потом Казаков, в конце концов, завершил. У Левицкого этот год был очень рядом, 1987-й. Тоже непонятная до конца катастрофа, после которой он ушел из Академии художеств, формально с поста руководителя портретного класса. И что после этого фактически нет ни одной подписной его вещи, или, по крайней мере, датированной. Почему так произошло? Что случилось? Не совсем ясно. Но это вот две катастрофы очень близкие и типичные для XVIII века. Нужно понимать, что Левицкий, хотя и портретист, на самом деле его начало карьеры это иконописное творчество, если так можно выразиться, иконописное мастерство, ремесло скорее. Он вообще происходит из Украины, из Киева. И этот пласт его жизни нельзя недооценивать в том, как он потом работал. наиболее знаменитой может быть «Смолянки» серия портретов, созданных в 70-м и 73-м годах. Портретов семь. И мы начинаем размышлять про эту номерологию. Три плюс один плюс три вроде как просится. и просится какое-то решение. Потому что по умолчанию, здесь, конечно, забегая вперед, мы знаем, что с этой цифрой художник работал и позже. У него были другие портретные ансамбли, как я их называю, кратные семьи. И это требует объяснения. И над этим объяснением задумывались очень давно. Но вот в частности, Глеб Поспелов еще в 57-м году так вот реконструировал один из триптиков, считая, что две двухфигурные композиции должно быть слева, а портрет Нелидовый справа. Так или иначе, у него было какое-то решение одного из триптиков. Я ему не доверяю и начинаю свой поиск пары. И мне кажется, что логичнее думать, что две парные композиции друг друга должны уравновешивать. А в центре должен быть портрет танцующей девушки. Такое сочетание мне кажется более логичным. И таким образом я реконструирую вот этот самый первый триптих таким образом. Две двухфигурные композиции по сторонам центральной. Причем, к сожалению, только на левом полотне показаны девушки в форменных платьях. Они там были коричневого, синего, белого и серого цветов. А танцующие справа, они показаны уже в театральной постановке, поэтому всю задачу не исполняют. И самого заказа мы не знаем. В самом общем виде понятно, что Левицкому нужно было создать некий отчет о Смольном институте о девушках, которые там были разделены на четыре возраста, примерно с девяти до восемнадцати лет. И у них в каждой было свое платье. И он должен был сам, видимо, выбрать модели, возможно, с подачи Екатерины. Это толком неизвестно. И вообще степень самостоятельности художника непонятна, загадочна. Принято считать, что в восемнадцатом веке художник делает только то, что ему указывает. В случае Левицкого показывает, что возможно, как и в случае Баженова, что были такие самостоятельные художники, которые потом расплачивались за свою самостоятельность тем, что их отстраняли. Ну вот второй триптих более понятен, не вызывает споров. Обратите внимание, что опять-таки танцующая девушка в центре, это в данном случае Борщова, и напрашивается вывод, что во всех случаях должны быть вот эти вот танцующие девушки как знак, собственно говоря, вот этого института, знак того, что девушка в конечном итоге должна была себя очень правильно и выгодным образом подать, а подавать она могла себя прежде всего через танец. И танец, прежде всего, хороший танец требовался от выпускниц. Левицкий это заметил. Что касается основ, то я считаю, что первые это были групповой портрет городских ополченцев, который был знаком Левицкому по гравюрам, а в ферментаже он мог видеть просто портретное творчество голландцев. И я считаю, что он подражал их позам, их поступкам фигуры, создавая свои вот такие вот композиции. И это, собственно, живописный источник или греческая составляющая вот этого его творчества, которое определяют в целом как греко-готическое. Очень сложное. С одной стороны портреты, а с другой стороны портреты, собранные в определенные группы. Сейчас вы увидите. Наподобие иконостаса. И в частности, вот праздничные, пророческие, и пророческие чины, вот третий, четвертый, пятый, вот они наиболее близки к тому, что делает Левицкий, не освободившись от этого канона до конца. В этом его уникальность. Что он, оставшись патриотистом, составляет свои так называемые светские иконостасы. И это готическая составляющая. Вот, например, видите Успенский собор Владимира, ну и можно другие примеры привести, когда вот так вот расставляются композиции. И этому учили Левицкого очень долго. И он, когда приехал из Киева в Петербург, по какой-то причине, внутренник, до конца нам неизвестный, не отказался от этого. И работал он, в частности, вот в таком знаменитом соборе, как в соборе Святого Андрея Превозванного в Киеве. Где вместе с отцом в середине 50-х годов он писал иконы. И вот иконостас, вы видите сейчас, как он сохранился. Там другое дело, что довольно трудно распознать его руку. Есть многие разные точки зрения, где Левицкий, где его отец, где, может быть, Антропов, как это все делалось. Но так или иначе, вот эту основу нельзя сбрасывать со счетов, когда мы размышляем о Левицком. И тут я должен сказать, что моя лекция вписывается в выставки, которые были здесь, в музее города Москвы. Сергея Валерьевича Хучатурова, вот выставка и про готическое пространство, и про разговор медальонов с портретами. Это все, собственно, вот продолжение. Мы все время в одном и том же материале крутимся, подходя к нему с разных точек зрения. И здесь вот я привожу цитату из Адоевского, который всего 15 лет после Левицкого вздыхал о том, что были какие-то вот эти алхимики, и у них что-то такое было. И кто это? Это тот самый Левицкий, который был алхимик, теософ и масон. Часто спрашивают, а что, собственно, есть масонская живопись? Так вот, масонская живопись, она и есть левицкий. И он известно, что он читал произведения Карла Икарсхаузена, немецкого «Мистика и теософа», и даже есть его пометки на сочинениях Икарсхаузена. И знание того, что писал Икарсхаузен, впрямую связано с тем, что делал в своих работах Левицкий. Вот книги Икарсхаузена, прежде всего, важнейший роглиф или человеческого сердца, ключ к таинствам натуры. В принципе, Икарсхаузен повторяет одно и то же. В центре у него так называемая система единицы, которую он тоже не сам придумал, а взял из более ранних сочинений. И это очень нравится Левицкому, и я предполагаю, что он эту систему единицы применил в своих ансамблях. Вот это цитата из Карсхаузена, где он пишет о системе единицы, которая дает откровения о мире, умственном, о духе и о душе, о союзе духа с телом, о силе воображения, о страстях и других неизвестных предметах психологии. И это есть ключ к таинствам натуры. То есть натура это природа на языке XVIII века. То есть своими композициями, в том числе композиции смолянок, ну и другими, Левицкий, как он думал, дает нам ключ к миропониманию. То есть нам достаточно вот видеть его портреты, сопоставить это, сейчас вы увидите дальше, с музыкой, архитектурой и с другими искусствами, которые все зажатятся на одной системе, в системе единицы. И тут семерка появляется. Семь начальных планов системы творения, систем столков мироздания, семь пороков, семь добродетелей, семь нот и так далее. И у Брама это находят, и у греков, и у идеев, везде. то есть Экарсхаузен и Теософы пытаются объединить все системы философские, религиозные и показать, что в принципе это все одно и то же. А Левицкий со своей стороны как художник подключается к этому и показывает, что собственно говоря и все люди или все сообщества, например, смолянки в данном случае могут читаться через семерку. Вместо того, чтобы представить всех смолянок, яснее говоря, он представляет только семь. Считает, что семь достаточно для того, чтобы дать представление о всем единстве. У него задача в других случаях, например, изобразить всех кавалеров Андрея, там, Святого Владимира или всех кавалеров Ордена Георгия. Он берет семь и им задает такие параметры, чтобы было полное у вас представление об этой организации, потому что их там 60-70, он физически не может их сделать. И вместо этого он создает такую символическую картину, которая с его точки недостаточно как ключ к пониманию этой системы. И в центре самое главное произведение это единица или, как я ее называю, сверхизодение. Именно такое произведение сейчас приехало в Царицыно, забегая вперед. Сейчас вы это увидите. А тут мы видим три танца, потому что в центре сверхпроизведения портрет Левшины, самый большой, более двух метров, и два других это центры двух триптихов. Вот это я называю сверхпроизведением, которое более других. вообще у него очень четкая система погрудные портреты 62х48, поясные 8х24 и так далее. Все, когда он кого-либо портретирует, это также на цену влияет. Он сразу берет определенный размер. Если он делал портрет человека невысокого ранга, то означало, что он будет 62х48 погрудный и будет там столько-то стоить, в сожалению, не знаю, сколько. Если это был повыше человек, он его делал поясным и так далее. Самых влиятельных людей, самых богатых, он делал полный рост. Такая система. Типичная для 18 века иерархия. И было сверхпроизведение, которое не вписывалось в рамки, а их было считанное. Вот в конечном итоге смолянки вот так должны выглядеть. При том, что тут, конечно, я не смог пропорции соблюсти. К сожалению, техника за 30 лет очень шагнула. Да, уже сейчас легче показывать. Когда-то я просто фотографии наклеивал на бумагу и вот так выставлял. Сейчас уже гораздо больше, но все-таки еще нет той техники, которая бы мне нужна. Для того, чтобы они вот уже когда-то еще можно было бы в 3D выставить и сам этот зал тогда было бы уже окончательно ясно. Но она еще 30 лет, видимо, должна пройти. Вот другое произведение очень знаменитое из «Средиаковки портрет Зимидова». С одной стороны это часть другого ансамбля из семи портретов, а со второй стороны это, видимо, ответ смолянкам, потому что смолянки это девушки, это подрастающее поколение, а тут в данном случае будут спонсоры выражаясь современным языком или меценаты или жертвователи, как они тогда говорили. И там тоже по уставу полагалось, что если столько ты денег пожертвуешь, как сейчас, сейчас это когда друзья музея там зависит, какая у тебя карточка золотая, платиновая и так далее, а тогда это от суммы пожертвования. И также Левицкий и другие они не могли изобразить всех. И поэтому вместо этого вот еще также опекуны появлялись жертвователи или опекуны, то есть как сейчас это опекунский совет точно так же бывает. И тут особенность в том, что Левицкий не один создавал эту серию, а вот в данном случае это вот слева и справа портреты его, один от купщика Сиземова, другой Умского, который к сожалению в Ереване я его вообще никогда не видел. Это было бы счастье его когда-нибудь заполучить. Боюсь, что он в печальном состоянии. Вот на царицу нам нужно его, чтобы привезло тоже. А это других художников Рокотова и Борезьена. И тут очень трудно было координировать. Левицкий-то уже в себе в голове это держит, а другие художники они хотя и размер выдерживают, но композиционно немножко это разваливается. Хотя как вы увидите цветовая гамма есть, особенно в верхнем ряду, да и в нижнем тоже. То есть все-таки существовал какой-то негласный договор о том, что они совместно это делают и это был вот такой вот такой вот ансамбль. Ну это вот размеры этих произведений. Примерно все одни видите 140 на 106 примерно такой модуль. И явно они все с главным портретом Демидова координируют. Вот интересная другая серия, причем левый портрет 1782 года это Левицкий из русского музея, а правый портрет до сих пор приписывается Николаю Аргунову и датируется в 1812 годом Третьяковской галереи. И все мои попытки разубедить ни к чему не приводят. Я считаю, что это один художник. Ну вот Третьяковская галерея еще раз. Это Николай Аргунов. Правый портрет Дмитрия ленты причем в одном случае видите красный сюртук синяя лента, а в другом случае синий сюртук красный сюртук синяя лента, синий сюртук красная лента. Явно координация присутствует. В одном случае мраморный бюст, в другом случае бронзовый. Ну это макет моей книги, где я вставлял такие вот делал наметки, как это все может быть, потому что вот видите у него все время в голове 7 портретов и он когда начинает заказ, он мысленно вставляет свой портрет в рамку, назначая ему определенное место. Конечно, не всегда, далеко не всегда это доходило до логического конца, потому что не от него зависело сколько будет портретов, но есть относительно законченные серии, вот смолянки вы уже видели, опекуны еще будут. Вот тут наиболее забавная конечно серия, это фаворитки Безбородка, напомню, что Безбородка это креатура Потемкина, статус-секретарь Екатерины, человек, который изложил на бумаге так называемый греческий проект, который предусматривал после первой турецкой войны 68-го и 74-го годов, когда Россия поняла, что военных побед недостаточно без дипломатии, было предпринят поиск очередной союзников, было решено, что нужно таким союзникам сделать Священную Римскую империю и с помощью нее дальше развивать это южное направление, конечной целью был Константинополь. Так вот, этот Безбородка, да, он имел своих фавориток, и любопытно, что Левицкий тоже их включал в такой ансамбль, а вот этот портрет мне с коллегой удалось определить как портрет Сандуновой благодаря вот этим нотам, потому что это не просто крючки, а там совершенно реальная песня «Я птицей быть желаю», которую исполняла вот эта дама Сандунова, с ней вы можете найти связан большой скандал 1791 года, когда она прямо со сцены подала жалобу на Безбородка. Это очень известная история. И в конце концов она от него избавилась, вышла замуж. вот портрет ее есть, как вот эта сама песня, романс точнее «Птицей быть желаю». Ну то есть кратко говоря, она хочет улететь от него. Вот это вот слева, а справа итальянка Анна де Бернуси, портрет 83 года. А это сам Безбородка в центре портрет не Левицкого о Лампе. И не исключено, что русский художник или украинский, если точнее, пытался тоже здесь колорит сгармонировать к этому знаменитому портрету, потому что неизвестно портрет Безбородка кисти Левицкого. А вот любопытный конструктор Воронцова. То есть в 80-е годы граф Артем Иванович Воронцов, у него было четыре дочери. Четыре плюс два, тут получается семь, потому что очень необычно получилось. Уже был внизу портрет Рокотова он уже был написан прежде чем заказ перешел к Левицкому и Левицкий в данном случае поступил как Гейнсборо, чутко реагируя на контекст и вот справа видите портрет Полторацкого он показывает классическую манеру довольно жесткую такую у Левицкого написание тканей. А этот портрет очень мягкий такой воздушный напоминающий Рокотова и вообще он видите совершенно так изображен как парный портрет жены. Вот первое слева портрет его а справа ну через одно это портрет жены парный портрет и так не могли соответственно значит Левицкий вставлял вот в эту свою структуру причем женский портрет заметьте женщина изображена чуть меньше пропорции чем должна была быть чем мужской портрет потому что она вписывалась в ряд своих дочерей ну вот детский портрет классический так сказать крестоматийный у Левицкого вот он насколько не знаю сколько это видно он более более ясно что ли отдает себе отчет о тканях и вообще это одно из его один из его коньков ткань а не так не так у Рокотова который очень так все мягко и воздушно я пытаюсь вам объяснить вот эти два портрета я считаю сделаны для того чтобы они соединялись и здесь Левицкий как ни странно имитировал манеру Рокотова когда он хотел он мог это делать и в конечном итоге вот я предполагаю что вот это второй ряд что в центре должен был быть мужской портрет и получается что все дочери и жена вписываются по сторонам и одной и той же дочери получилось два портрета кисти Левицкого и кисти Рокотова таково мое предположение а внизу в третьем ряду это представлены дети великого князя Павла Петровича или внуки и внучки Екатерины а тех же восьмидесятых ну скорее ближе к концу восьмидесятых эти портреты очень плохо сохранились двух мальчиков с большим трудом я нашел хотя портреты девочек четыре есть в Павловске но вот тут очень трудно реконструировать в окончательном виде но вот я так предполагаю что это тоже мог быть ансамбль а наверху вы видите просто если парный портрет а их было довольно много левицко восьмидесятые годы то он просто такие определенные позиции предусматривал Б и Ф не думая в дальнейшем что они будут развиваться просто у него манера как бы оригинален художник не был как бы много он не работал но все равно в определенном кругу манер и он действует все-таки по какой-то схеме ну вот эти портреты я считаю они они показывают вот в художествах вот эту связь с греческим проектом поскольку политика задает тон всегда культуре и здесь вот эти вот изображения они перекликаются с античными и Шубин явная параллель для Левицкого мы видим вот там например у фаворитов вот эти изображения они явно шубинские и скульптура в портретах она показывает что они идут параллельным путем и например дальше Екатерина законодательница я не буду на этом останавливаться но вы должны знать что Екатерина законодательница есть и у Шубина и у Левицкого вот греческий проект если вы не четко себе представляете задумывалось сокрушить Османскую империю разделить ее и в Константинополе создать византийскую державу императором которой должен стать Константин второй второй сын Павла Петровича или второй внук Екатерины текст был написан безбородко с правками Потемкина а Потемкину кстати предполагалось буферное государство Дакия между Византией и Россией примерно на территории нынешней Румынии то есть он тоже был не обижен наиболее последовательно вот эту вот серию портретов Левицкий вот эту линию выдержал в серии Владимирских кавалеров то есть кавалеров ордена Святого Владимира учрежденного параллельно с греческим проектом в 1782 году там было аж две серии портретов в первой семь и они точно были вот они в первом ряду но до наших дней не дошли мне удалось найти только два так называемых иконографических типа вот под литерой С это портрет Суворова вот это экземпляры из музея Тропинина и под литерой G это портрет Стермана из литературного музея были еще другие известно документам что он сдал эти портреты кто там изображен было известно но самих портретов нет возможно они пропали в самой думе которая должна быть особое здание я про это еще потом скажу ну в общем их нет а с другой стороны вот эта вторая серия там должно было быть 14 портретов но есть 12 они все есть в собрании Павловского музея редко редко экспонируются вот сейчас вот этот вот из второго ряда Потемкин на выставке Потемкина потому что он родственник но вообще они редко экспонируются а Брюс это в третьем ряду вот 65 он в Гатчине а другие другие очень плохие некоторые есть плохой сохранности в общем у них такая незавидная судьба ну и под 36 номером это портрет Екатерины Загнодательницы который хорошо известен этот оригинал в русском музее но есть вариант в Третьяковке и множество повторений было вот этого портрета Левицкого ну вот так выглядит эти изображения ну тут они в разного размера хотя на самом деле они все одинаково 82 на 64 и их отличает отличительная черта их вот эта вот Владимирская лента которую вы видите черно-красная и здесь опять-таки Левицкому а это здесь известно был заказ изобразить всех кавалеров Большого Креста то есть первой и второй степени это было примерно 100 человек соответственно он не мог физически это сделать хотя с точки зрения заработка наверное это было бы неплохо в результате он сделал некую такую выборку он взял просчитал некую пропорцию сколько военных сколько военных моряков сколько гражданских у кого-то вот например здесь у Мельгунова он изобразил губернский мундир у Чернышева вот этот вот флотский мундир у своего покровителя безбородка он изобразил почтовый мундир у Шувалова партикулярное платье и так далее в результате получалось что он он все случаи основные разработал вот видите я тут тоже изучал список кавалеров и вот сделал вывод кого он кого он выбрал и исходя из чего вот он в основном конечно взял кавалеров первой степени только вот счастливчик был Архаров который второй степени в первой партии во второй Алексей Волков но так или иначе было полное представление о том что такое кавалеры ордена святого Владимира кого награждают и так же он национальности не забыл это такой чисто математический подход как бы сейчас вот выборку сделали репрезентативную как занимается статистика то же самое он сделал и хотел вот таким образом представить себе и Екатерине и потомкам что такое Владимирские кавалеры ну тут вот еще варианты это вот наверху слева это армейский мундир у Брюса здесь справа внизу это кавалерский мундир и так далее он пытается все варианты возможные разработать чтобы мы имели представление обо всем так он работал первый портрет императрицы потом он делал первую партию из шести портретов кавалерских и получалось у него уже семерка законченная а потом он следующей партии должен был сделать 14 прежде чем не случилась вот та самая катастрофа про которую я вам говорил именно она помешала в данном случае завершить эту работу ну и вот мы подходим к сверхпроизведениям вы уже видели портрет пракуфья кинвичи темидова слева портрет оператрицы екатерины второй с владимирской лентой и именно он предназначен для ордена святого владимира для кавалерской думы хотя об этом как-то забываю читается что он сам по себе а тут очень четко видно что он именно для конкретной цели точно так же как этот портрет который сейчас царицыной с георгиевской лентой другое дело что заказчики или главные люди они сами решали вот этот портрет в думу не попал безбородка его оставил у себя дома портрет этой императрице а тот портрет который сейчас в золотом зале его послали на Мальту то есть соображение Левицкого да все это хорошо но в конечном итоге это могло не состояться что является конечно проблемой что-то вам непонятно спросите сразу да можно сразу а мы еще не дошли до того портрета мы еще не дошли мы сейчас про эти пока обсуждаем просто я вас подвожу к тому и показываю что вот Левицкий мыслит у тебя в голове портрет кавалеров ордена Владимира специально для него Екатерина но на последнем этапе Безбородка говорит а не надо никакого вашей думы я хочу его себя оставить и оставляет нечто подобное происходит и с этим портретом мальтийским он не должен быть на Мальте он случайно там оказался точно так же совершенно волонтеристским путем ну вот вот эти два портрета сопоставимые хотя слева это эскиз в общем это незаконченное произведение потому что нет Андреевской цепи но в общем это близкие очень произведения теперь я хочу вам показать и связаны они с Крымом потому что вот эта вот пауза между двумя войнами между 74 и 87 она давала возможность Российской империи которая нашла себе союзники Священную Римскую империю решить проблему мирным путем и пафос обоих портретов что мы мирные люди эта программа первого с левого портрета известна Левицкий ее сам опубликовал сославшись на Львова ну вернее потом стало известно что Львов программа правого неизвестна но там тоже идет речь о мире потому что вообще это гражданский орден и военный по идее правый портрет должен быть очень воинственным но поскольку политика была пытаться решить все дипломатией или интригами точнее говоря то этот вот правый портрет который сейчас здесь он такой вот мирный получился вот я его так и называю мирный портрет один и тут вот программа богиня правосудия законодательница тут все такие вот слова общий покой отечество вот все в общем речь идет о том что в 83 году Потемкин прежде всего сделал так что Крым сам упал к нашим ногам а там был там был Мурза очень слабый с одной стороны наши его поддерживали с другой стороны хотели его свалить и в общем сложилась такая кризная ситуация что Крым отошел без единого выстрела что является конечно примером и после этого сразу был создан этот портрет и кавалеры в принципе орденства Владимира это те люди которые должны были осваивать вот эти вот южные территории потому что Святой Владимир это же Херсонес это Крым почему вот эта вся риторика появилась потому что тогда были убеждены сейчас уже меньше что крещение происходило в Крыму это святое место и поэтому все кто получает орден Святого Владимира вот они последователи веры они борцы за вот это вот святое место ну вот еще Владимирские кавалеры некоторые можно видеть как раз в правой колонке портреты очень плохой сохранности это еще фотографии 30-летней давности портрет Воронцова которого портит такая болезнь определенную там он чернеет и внизу портрет Штекельберга тоже плохое состояние а слева в верхнем углу это никакая не болезнь да просто Ганнибал представлен такая редкая птица которую Левицкий не мог пропустить что вот даже африканский потомок тоже получил орден Святого Владимира и он его тут же затащил тем более что конечно прекрасно контрастирует лицо с белым мундиром это очень ему понравилось наверное как художнику и нельзя не отметить как нижний портрет это кавалера второй степени видите у него ленты нет у него кресло сид на ленте на шейной он как он с собой доволен что он попал в эту компанию там только кавалеры первой степени а вот ему удалось попасть непонятно каким путем и это самодовольство очень читается так что это такой психологический портрет довольно редкий у Левицкого он довольно холодно изображает вообще-то ну вот и орден Владимира он должен был иметь специальное здание в так называемом городе София при царском селе и там все вот эти портреты должны были помещаться таков был замысел и при этом доме должен был быть и есть он сохранился этот собор святого вознесенский по освещению а престоличие называют Софийский потому что это когда-то был город София и вы видите что это фотография тоже 30 лет и давности это попытка Камерона изобразить Айю Софию или Святую Софию в Константинополе вот этот вот эффект пространственный создать это видение Константинополя такое своеобразное но теперь он гораздо лучше выглядит и уже там службы естественно проходят внутри там был источник внутри там гранитные колонны источника сейчас нет ну пытались его по такой южной сделать но это сейчас об этом немножко забыто сделаны вот эти мозаики но в принципе архитектура хотя бы в таком виде есть цвет я не уверен что такой должен быть скорее охра это все мечта Константинополя слева как раз вы видите тот самый главный храм который должен быть снова православным наверху вы видите Софийский собор а внизу вы видите Кикерексик но или Чесма это то здание для которого теперь уже можно это сказать предназначался портрет который сюда приехал он предназначался для этого здания для этого ансамбля это все предназначалось для кавалеров Святого Георгия и вот первоначально был такой замок который был закончен в 1777 году и в 1777 году заложили храм в 1880 году его осветили и переименовали все это в Чесму в честь победы 70-го года и чуть позже туда пустили таких кавалеров они не сразу там были первоначально это был такой замечательный замок без кавалеров потому что это все предназначалось как часто бывает в 18 веке всего лишь для одного мероприятия предназначалось для встречи Екатерины с Иосифом Вторым императором Священной Римской Империи ради этого визита затевался чрезвычайно сложный и дорогой ансамбль который включал в себя знаменитый сервиз с зеленой лягушкой тысячу предметов и более такого нет вообще и знаменитые портреты и медальоны медальоны сейчас находятся в вооруженной палате а портреты в основном в Эрмитаже но не все сохранились и кстати их должно было быть 77 а здесь вот это вся это греко-готическая музыка она начинается как итальянская а потом сейчас безнародные мотивы то же самое Бортнянский как человек тоже с Украиной он везет в Италии и он освоил современную итальянскую музыку но до конца как и левицкий не отказался от национального и вот это то же самое а здесь в замке мы видим нижнюю часть как бы греческую развалиной на которой строится готический замок с такими башнями с машикулями это вот такая вот двойная культура но здесь музыка специальная поставил потому что вообще замысел был лягушки совершенно особый это молчащая лягушка Екатерина хотела показать что все заткнулись потому что мы победили в первой турецкой войне а вот эти вот грани треугольника там 49 метров и так далее вот эта игра в семерку она здесь прослеживается от и до даже вот в этом лотке и в том что в том что здание было в 77 году освещено и так далее это полная нумерология которая может быть к левицкому в данном случае не относится просто это показывает век и кстати музыка написана в том же самом году когда портрет Левицкого вот этот который сейчас здесь 1787 обратите внимание вот это как начало это итальянская музыка потом как будто из пустушки ну вот в Бортнянске соответственно человек того же круга того же менталитета хотя мы это не видим потому что это музыка по-другому чувствовать и это вот цитата из музыкального критика который пишет что вот итальянская школа и он соединяет ее с песенами стуком и стуком истуком истуком своего народа выражаясь пафосно это чтобы вас немножко развлечь а теперь вот этот вот замок внутри который учебное заведение но тем не менее они пытаются восстанавливать это частично восстановили самый важный для нас это вот этот вот круглый зал левый верхний слайд где собственно находились портреты во-первых от членов правящего дома священной римской империи и тут же находились медальоны Петра Первого Петра Второго Елизаветы главных представителей дома Романовых поэтому Екатерина сочинила вот этот диалог медальонов и портретов и я полагаю что на следующем этапе здесь должен был быть вот этот портрет который в золотом зале он должен был тут быть поставлен именно вот в этом зале портреты висели вот в этой вот в этой галереях здесь слева ну просто величина их сокращена этот подвесной потолок они сделаны а на самом деле может два раза выше там висели все остальные менее значимые для Екатерины дома там ну нет британские прусские там шведские все в целом еще раз должно было быть 77 портретов и 77 медальонов но у медальонов не набралось количество а портреты просто не поместились это все не состоялось но тем не менее этот замысел существует и тут вы видите даже пример как эти портреты висели это современная работа вообще-то на самом деле за это нужно штрафовать потому что нельзя так делать сами подлинные вещи они в гружинной палате еще раз а это попытка теперь самоделкиных сюда что-то поставить но с другой стороны мы можем себе представить как это выглядело этот зал довольно хорошо сохранился и вот в частности был портрет вот этот фальконе но он висел он висел в коридоре потому что это еще не тот портрет это протопортрет левицкого это фальконе видно что он работает на ту же тему а у него золотистый цвет платья так как у ордена святого Георгия вот этот вот ромб здесь показан но весь пафос сбит левреткой какой же это портрет для орденского замка нет никакой программы видимо видимо в тот момент торопились не сочинили то есть только еще 73 год торопились открыть к 77 году дворец в общем тогда программы не озаботились к тому же еще Потемкин только тогда стал фаворитом и до конца вот этот замысел не был проработан это был момент кстати перехода если так можно сказать от Орлова к Потемкину в общем появился такой вот хороший эффектный и кстати только что отреставрированный и только что выставленный на выставке Потемкина вчера вечером я его смотрел портрет но он не тот не тот который был нужен в данном случае и вот непонятно были ли портреты георгиевских кавалеров судя по всему если был такой большой портрет сверхпроизведения то почему бы и не быть таким остальным портретом просто они возможно не сохранились и среди кандидатов конечно прежде всего может быть вот Грейг ну шотландец беломундири похожий портрет но этот копии это все копии это все иконографические образцы которые мне не позволяют полностью серию создать здесь я не могу уже так полностью давить при том что я знаю что у Левицкого в тех Владимирских полярах там у него всегда было по две звезды должна быть Андреевская или какая-то другая и Георгия а тогда был Владимир то есть он он очень ранжировано делал отбирал награды специальным образом этот портрет он обвешан лентами это не то это просто какой-то образец но возможно они и полагались а это финал той же самой оперы сын соперника и обратите внимание что это греческие такие портреты посмотрите на ее обувь и на ее наряд это такая туника особенно на нижнем на на георгиевском портрете этот наряд назывался гречанка но в то же время она она с керасой она она воительница тут хорик появляется харрик появляется она 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец, 1787 год. И вот это, наконец, портрет, который сейчас здесь. Портрет, как я полагаю, для честменского дворца или дворца Кекерик-Сино. Там есть дата, 1787 год. Прекрасно написана георгиевская лента. Это вообще, конечно, я вам уже говорил, конек ткани. Именно по тому, как написана ткань, можно определить, левицкий это или нет. Практически в каждом провинциальном музее вас попочивают левицким. Там всегда в первом зале будет написан портрет левицкого. Но на самом деле этот художник очень малопродуктивный. Его произведений чрезвычайно мало. Даже в Москве их мало. Он вообще петербургский художник. И именно вот по тому, как написана ткань, можно определить. Он работал, судя по всему, очень медленно. Это видно в сравнении с тем же Гейнсбором. Гейнсбор торопился, ему нужны были заказчики. И он работал, как известно, при свечах. У него такая незаконченность. У левицкого абсолютная законченность. Он как расстрели страшно тянул. Видимо, раздражал заказчиков. Но зато это тщательно. Это сделано на века. Совершенно правильно с технологической точки зрения. Бесконечные лавры. Лавровое дерево. Лавром увид меч. Лавр на голове. Возможно, это указание на то, что все прекрасно сложилось. Потому что нужно понимать, что этот портрет мог быть написан только до августа 1787 года. Когда вся конструкция Потемкина и Безбородка не рухнула. А рухнула она именно в тот момент, когда началась война. Весь замысел стоял в том, чтобы без войны действовать. Но когда началась война, турки просто не знали о договоре, как теперь стало известно. А они просчитались. Но они начали войну. И это совершенно был другой расклад. Потемкин, в общем, проиграл в лице Екатерины. В глазах Екатерины. Потому что он убеждал, что все обойдется без войны. А все, что делалось, присоединение Крыма и особенно поездка туда в 1787 году именно, нас провоцировал войну. Тут Потемкин не рассчитал. Вот эта самая надпись, которая звучит как мечтвой лаврами обвит. Не обнажен войну пресек. То есть, суть греческого проекта. Мы такие успешные, умные, хитрые дипломаты, что мы можем присоединять территории и без войны. Вот что это он хочет сказать. И сама эта надпись вот тут внизу, она совсем не видна. Мне пришлось на коленях ползать, чтобы прочитать ее. И там на самом деле амуниция лежит военная. Это вот тут непонятно. Если отсюда смотреть, то кажется, что это просто какой-то холм с тканью. На самом деле это военная амуниция, которую она не одевает. Потому что она не собирается воевать. Все и так идет хорошо. Мы можем воевать, но мы не воюем. Так нужно понимать. Вот тут вот видно немножко с направом, что это вот кираса такая. А за ее спиной военные шлемы. Тут даже можно разглядеть двуглавого орла. И она опять-таки его не одевает. У нее на голове, где тут? На голове вот эта маленькая такая корона с лавровым венком. А на самом деле, если бы она хотела воевать, и этот портрет был более логичный для думы Ордена Святого Георгия, у нее должен был быть шлем. Должна быть валитница, как Афина. Ну вот и там есть радуга. Элемент, конечно, символический. Он есть и у Дюрера вот в этой меланхолии, справа внизу гравюри. И есть вот на этой немецкой картине 1803 года. В принципе, трактовка радуги в европейской культуре – это союз Бога с человеком, прощение с человеком. Это понятно. Менее понятно, что, собственно говоря, тут радуга делает, зачем она забреждая здесь слева, и почему меч показывает ровно посредине этой радуги. Ну вот библейская трактовка, да, как символ прощения, союз Бога и человечества, из-за того, что потопа больше не будет. Это с этим понятно. Но почему он здесь появляется? Вот я нашел, что в 1811 году довольно поздно, уже много позже Екатерины, так это трактовалось, что один конец на Крым, а другой на остров Мальта. Видимо, уже потому, что знали, что это портрет на Мальте. И это, конечно, такая форсированная трактовка. Мы не видим здесь острова Мальта, и мы не видим, чтобы один конец туда пристирался. Мы видим, что радуга над каким-то городом или полуостровом, непонятно. Но не видно, что один конец на Крым, другу на Мальту. Явно, что этот человек знает, что был какой-то портрет. Возможно, он имеет какое-то гравированное изображение, но он сам его не видел. И это какие-то только отголоски. Но, тем не менее, это единственная вообще трактовка, которая вообще есть, письменная. И вот все-таки началась война. И это полонез Козловского на слова Державина, неофициальный российский гимн, который был написан в 1791 году. Очень хорошая музыка, поэтому я хотел бы, чтобы вы послушали. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот в августе 1787 года художник вдруг написал прощение о отставке с поста руководителя портретного класса, выдвинув в качестве повода слабость здоровья и зрения. При том, что он прожил еще 22 плюс 13, еще 35 лет прожил. Значит, слабого здоровья как-то не очень. Ну вот он попросил такую отставку. И портрет в 1888 году был. Это теперь хорошо все известно. Ему заплатили за раму, а за сам портрет в 1991. Не очень понятно, почему такое отложение. Возможно, из-за того, что была война, из-за того, что художник выражал какое-то неудовольствие, если он мог это выражать. Но так или иначе, вот это было. И вот есть некое объяснение, что в этот момент Безбородко потерял свое влияние при дворе, потому что вот Александр Матвеевич Мамонов, который был поставлен Потемкину, перестал, в общем, показывать ему знаки внимания, потому что вот еще раз, весь этот план мирный, он провалился. А раз провалился патрон, вот значит, возможно, и левицкий. По крайней мере, тут же было прекращено изготовление портретов кавалеров Ордена Става Владимира. Их осталось 19, и все они были недописаны, и дописывались только в 1803 году «Милостью Строганова Александра Сергеевича». И, в общем, я полагаю, что вот этот портрет Екатерины должен был находиться вот в этом круглом зале, и что он должен был обозначать союз или дружбу между Российской империей и Священной Римской империей. И вот, вероятно, то, что город, на который указывает Екатерина, это, скорее всего, Константинополь имеется в виду, и Радуга, вот она на две стороны, в Австрию и Россию. И наверху я вам показываю храм дружбы в Павловске, который срочно как раз переименовали в этот момент. Ну, не в этот момент переименовали, в 1882 году, когда приезжал Иосиф II, но это показывает, что к его стопам все клали. И этот зал специально оформили портретами, в том числе, там его портрет находился, потому что именно союз Священной Римской империи был важен. И я думаю, что это вот такой союзнический портрет на вот этот момент до августа 1787 года. Далее он уже потерял свою актуальность, в общем. И союз с Мальтой тоже был важен, потому что это был тактический союзник на море. И Екатерина, не задумываясь особенно над тем, вернее, зная, видимо, генеральную идею, но поскольку ей нужен прямо сейчас какой-то портрет, она его превратила в портрет союзничества с Мальтой и отправила на Мальту. Поэтому он там оказался. И по непонятным причинам была сделана копия или повторение, которое вот оказалось у Борятинского. Я его никогда не видел, поэтому я не могу сказать, это копия или повторение. Было бы желательно вообще, конечно, его привезти. Теперь не такие времена. Если с Мальты привезли, то можно было и оттуда привезти. Но так или иначе остался вот этот вот второй портрет, который был на выставке пятого года. А в Думу портрет так и не попал. Но вообще эта Дума довольно слабо действовала, потому что интерес был утрачен. Ну вот так. Теперь уже можно все вопросы.